Это главред издания Гордона, Леся Бацман. Леся, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Ну вот, давайте разомнём ситуацию, посмотрим. Значит, ну то, что Сидзипень приехал и так далее, об этом говорить не будем. Сегодня весьма значимый день. Почему? Потому что сегодня у них должны пройти переговоры. Хотя очень многие говорят, что переговоры вот самые главные, один на один прошли вчера, они были, на секундочку, пять часов. Ну, в общем, давайте поговорим о реакции. Вот какая одна из реакций. Китай готовит дипломатические прикрытия военным преступлениям России вместо того, чтобы судить их, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Председатель КНР Сидзипин прилетел в Москву на встречу с президентом Путиным сразу после того, как Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на рез главы российского государства. Это говорит о том, что Пекин готов оправдать злодеяния российских властей, подчеркнул госсекретарь США. Напомню, что накануне визита в Москву Сидзипин опубликовал статью о китайско-российских отношениях, в которых выразил уверенность возможности мирного урегулирования, как он написал, конфликта между Россией и Украиной. Российский президент Путин в ходе встречи с главой КНР Сидзипином заявил, что уважает позицию Китая по Украине. Ну, конечно, как можно не уважать позицию? Давайте жить дружно, давайте перестанем стрелять и так далее. Мне кажется, Блинкен наезжает. Вам не кажется? Ну, работа у него такая наезжать. Послушайте, Китай для Америки был, остается главным оппонентом, о чем они сами не раз говорили, публично выступая, все руководители Америки. Поэтому в этом смысле у нас без открытий. То, что касается самой встречи, о которой... Вы знаете, мне кажется, кстати, в саму встречу в Европе и на Западе ждали даже больше и следили за ней, чем в самой Украине. Потому что у нас не такое пристальное к этому внимание и не такие вот ожидания того, что, ах, что будет. Мне кажется, что... Ну, во-первых, мы узнаем, о чем они говорили. Ну, явно не сейчас, потому что может пройти время, а то и годы, пока мы узнаем, о чем речь шла на этом четырех с половиной часовом или пятичасовом их общении тет-а-тет. Но что вот самое главное для нас, что мы можем отметить, исходя из просто логики и анализа ситуации, это то, что лидер Китая никогда не будет делать то, что будет идти вразрез его национальным интересам и его стратегическим планам на будущее. Для того, чтобы проанализировать, нужно взять вот хотя бы такие цифры. Вы знаете, вот я сегодня взяла, залезла в аналитику и почитала. А с кем же, какие у Китая торговые отношения? То есть с кем их сейчас деньги соединяют, которые... Ой, как Китаю нужны после того, как он... Ну, наверное, можно сказать, что тяжелее всех остальных стран в мире перенес, а то еще и не совсем перенес. Он продолжает переносить кризис, связанный с ковидом. Так вот, США остаются главным внешнеторговым партнером Китая. На них приходится доля товарооборота в 12%. То есть как государство, номер один это США. Идем дальше. Страны Запада, то есть европейские страны, цивилизованные, те, кто говорит о том, что Путин военный преступник, занимает доля товарооборота с ними 44%. И теперь самое главное, а где же Россия здесь? На каком же месте она? То есть насколько она для Сидзипиня важна? 3%, Матвей. Всего лишь 3%. Дальше, чтобы понимать вообще вот, из чего состоит лидер Китая нынешний, конечно же, незаурядный человек, я пошла, посмотрела историю его семьи. И что выяснилось? Мы как-то это упускаем, но Сидзипинь — человек, который женат вторым браком, долго счастлива, она известная китайская певица Сопрано, и у него всего лишь один ребенок. У него есть любимая дочь, красивая, ей сейчас около 30 лет. Так вот, где же вы думаете, училась дочка Сидзипиня? Она закончила американский Гарвард. Она закончила Гарвард по курсу психологии и еще какие-то там науки были. И ее западные СМИ, которые проводили это расследование, потому что когда она училась, ну это вот несколько лет назад она отучилась, приехала в Китай, ее западные СМИ характеризуют как скромную, умную, и про-западно, про-европейски настроенную девушку, которой нравится Америка, которая понимает, что такое, из чего состоит демократия, из чего состоит свобода, и которая может в том числе, учитывая то, что она является любимой дочерью Сидзипиня, каким-то образом на него влиять, при этом оставаясь послушной дочерью. Понятно, что Китай для нее и Родина превыше всего. Вы знаете, я на фоне этого, вот кроме того, что вы сказали, Блинкин как отреагировал, да, уже в комментарии, но я посмотрела, сегодня появилась новость о том, что Байден тоже отреагировал, по сути, на этот визит, правда не словами, а подписанием закона, согласно которому разведка США должна рассекретить данные о происхождении COVID. Так вот, многие эксперты уже успели сказать, что эта история, это дело, оно ударит по Си, потому что там как раз они говорят, что будут такие данные, которые не понравятся Китаю. Понимаете, вот мне недавно в интервью один из собеседников сказал, что Китай, что мы должны главное понимать сейчас для Украины, Китай является гарантом неприменения ядерного оружия в Украине и в мире. Это да, это да. Все остальное, он будет действовать так, как он хочет. Понятно, что он показал, что это моя девушка, я ее танцую, когда он приехал. Но, судя, исходя из логики и здравого смысла, то есть из таких циничных, прагматичных интересов, у нас есть надежда, что Китай не пойдет в открытую поддержку России, потому что это было бы, конечно же, тяжело в виде контрактов по украине и в виде каких-то конкретных открытых действий. Тем более, что Запад накануне визита, вы правильно сказали, он показал еще раз Си Цзепиню, что ты едешь, вот смотри, не просто к лидеру государства, а ты едешь к военному преступнику, который занимается самыми низвиненными преступлениями. Он ворует детей, убивая перед этим их родителей, украинских детей. Да, тут дополнительная информация пришла. Значит, давление продолжается в той или иной степени. Россия просила Китая летальном оружии, сказал генеральный секретарь НАТО. Мы видели некоторые признаки того, что такой запрос со стороны был, и этот вопрос рассматривается в Пекине китайскими властями. Ну, он больше ничего не сказал, поэтому непонятно, где был вот этот запрос, когда он был. Еще интересно, что, я не помню, Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс опубликовали такую странную информацию, что за время этой войны Китай дал дронов своих китайских России на 12 с чем-то миллионов долларов. Тут, правда, возникает вопрос, где эти дроны. Потому что мы ни одного китайского дрона не видели. Мой собеседник сегодня утром сказал, по всей видимости, по русской традиции, их украли. Ну, это к лучшему, я считаю. Давайте еще одна есть. Матвей, извините. Или по русской традиции, что еще лучше перепродали нам, украинцам, как они делали в свое время и в Чечне, и в Афганистане. Кстати, вот история таинственная с Джанкоем, где взорвалась там это самое. Сегодня были опубликованы фотографии, была опубликована фотография, что это китайский дрон. Поэтому, может быть, вы и правы. Ну, давайте еще скажем нашим зрителям информацию экономическую, которую сейчас пиарят русские каналы. И, собственно, это соответствует действительности, потому что Си Цзиньпин приехал и по экономическим вопросам. Это очень важно. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов, но превзойдут этот рубеж. Значит, он сказал, что в инвестиционной сфере смармирован пакет из 80 двухсторонних проектов на сумму порядка 165 миллиардов долларов. Ну, в общем, они это дело подписали, но как это может быть, эта жизнь покажет. Но тут новость, на которую следует обратить внимание. Я не знаю, японцы это сделали специально или не специально. Премьер-министр Японии Фумио Кисида без предварительного объявления прибыл в Киев с официальным визитом для встречи с Владимиром Зеленским. Вот вы видите, как он прибыл, поклоны и так далее, и так далее. В общем, Си Цзиньпин туда, а господин Фумио Кисида сюда. Приятно. Ну, насколько я понимаю, это вообще очень исторический и исключительный визит для японской дипломатии, потому что это впервые, когда лидер Японии приезжает в воюющую страну, которая находится в состоянии войны. То есть это вдвойне подчеркивает важность и символизм этого шага. А по поводу того, что заявил Си Цзиньпин с Путиным по торговле и увеличению товарооборота, так вот я опять же сейчас лезу в статистику, и вы знаете, а был у них 190 миллиардов долларов оборот уже в этом году, в прошлом, в 22-м. То есть это, по сути, насколько он его хочет увеличить. Не сильно много он чего-то там дал России. А вот что важно, Россия за время широкомасштабного своего вторжения уже в Украину, за время большой войны, она полностью подпала под зависимость от товаров из Китая. То есть вот она реально, если для Китая Россия в ее экономике, в китайской экономике это вот столько, то для России китайские товары это жизненно необходимая история. Потому что, ну смотрите, ну россияне ничего сами не производят. Кто это, Матвиенко была на заседании, где у них там в Госдуме она сидела или где, вы помните, говорила, как так? Оказывается, даже гвоздей своих не производим. Открытие сделала, начала негодовать, говорить, что же это такое. А они не производят не только гвоздей, они ничего не производят. То есть у них вот даже те технологии, которые они заявляли, вот если полезть и посмотреть в интернете, просто прогуглить. Смотрите, этот йотафон какой-то там, ну вот типа они сделали... Ой, вспомнили, это было давно и неправда. Йотафон при моей молодости. Не, Матвей, секундочку. Во-первых, вы не такой уже взрослый человек, поэтому было не так это и давно. Давайте сейчас не будем. Это первое. А второе, у них с этого момента ничего не поменялось. То есть своих айфонов они не изобрели. И если полезть и посмотреть на это тогда суперизобретение российского наукопрома, то окажется, что это полностью технология китайцев. Они просто сделали типа ко-продюсинг и назвали это как русское изобретение. Все, что есть, вся технология, все чипы, это все китайские. Хорошо, знаете как, пусть они делают товарооборот и так далее, пусть делают, пусть делают. Я им не мешаю, понимаете? Я не знаю, что Российская Федерация сейчас, кроме ненависти и углеводородов, может дать Китаю. Это сложно сказать. Значит, вот мир, мир, да? Мир. Вот интересное заявление Пескова. Песков считает, что да мир бы давно был уже установлен и перестали бы воевать и пели бы украинские песни и плясали бы русские танцы, если бы не проклятый Запад. Ну вот давайте послушаем. Когда перед переговорами столь важного уровня звучат эти заявления о том, что призывы к миру неприемлемы, кем ли мы? Как Вы к этому относитесь? Ну, к реальности, с которой нам приходится жить. Собственно, Вашингтон, европейские столицы, ну, в первую очередь, Вашингтон, они преисполнены желание не позволять, ни под каким предлогом выходить на мирное преговорегулирование. А в общем дипломатические... Просто не разрешает Киеву даже думать об этом. В дипломатической практике вообще бывали когда-нибудь прецеденты призывать не к миру, а к войне. Ну, сейчас, когда маски сброшены, собственно, все показывают свой звериный оскал. Кроме нас. И кроме китайских товарищей. Как свешно! Китайских товарищей! Помните знаменитую фразу из 17-го мгновения весны Мюллера? Никому нельзя верить? Пауза. Мне можно. Мне можно. Есть. Замечательно. Да, Песков, Песков это вот такой вот замечательный образец. Я отношу их к, как вы знаете, ну, комеди-клаб. Это вот такой вот комеди-клаб. Ну, не стоит это комментировать. Он сказал и сказал. Развлек нас. Что вы хотите сказать? Не, я вам скажу, я отреагирую. Вы знаете, Матвей, ну, стыдно же признавать, что 140-миллионная сверхдержава, как они всегда говорили, была отхлёстана по обеим щекам маленькой 35-миллионной Украины. Ну, как-то же, ну, не комильфо это перед своими жителями рассказывать. Но сегодня ещё смешнее был Соловьёв. Он вообще дошёл до того, что сказал, вы понимаете, это мы в Украине воюем так, что, ну, жалеем Украину, жалеем вот так, как-то он сказал, типа, нежно воюем, что-то такое. А вот когда мы, да, а вот когда мы пойдём в Европу воевать, не если, а когда мы пойдём воевать с Европой, мы там, камня на камне, ну, понимаете, жалко, что через Бахмут пошли, а так бы, конечно, они уже и в Вашингтоне. Да-да-да, за три дня в Варшаву, да, и зацепились в Бахмуте, там как бы в Бахмуте, там какая-то проблема. Да, ну, хорошо, значит, сезон фразы знаменитой «что-то у вас случилось», вы знаете, да, это популярно в интернете, или там «что с лицом», говорят такое, продолжается в Крыму, вот о чём мы с вами говорили, ночью в Джанкое было неспокойно. Позже появилась официальная информация от украинского разведывательного управления, взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты «Калибр» НК во время транспортировки по железной дороге. Об этом сообщил Министерство обороны. А вот эти вот «Калибр» это ракеты предназначены для пусков с надводных кораблей российского Черноурского флота и, насколько я знаю, у нас, к сожалению, нет оружия противоракетного, чтобы сбивать эти ракеты. И вот тут-то, помните, я вам сказал, что русские, там, местные власти выложили фотографии китайского дрона. Это для меня будет самая большая загадка. Я напишу Сидзипину, чтобы он нам разъяснил, что все-таки произошло и кто кому куда продал на 12 миллионов. Давайте посмотрим. Вон там дым плохо видно. Дым сверху. Еще. На. Все с вокзала съебут. Хуй. Епа. Самое интересное, все исполняют свой долг. Мужики, которые снимают, матерятся. Кстати, интересно, как они подловили первый взрыв. По-моему, там есть агенты СБУ. Второе, значит, собаки проснулись и стали выполнять свой долг по охране, значит, приусадебного участка. Но самое главное, Олеся, это автоматные очереди, которые потом раздались. Это для меня будет большая загадка, самая, в кого стреляли и куда. То есть, по всей видимости, вот эта вот охрана, она чего-то стреляла вверх, что может там еще один дрон, мы туда попадем. В общем, если говорить без шуток, уважаемые зрители, Джанкой, это не жук чихнул. Джанкой, это самая крупная, это вот как фастов. Это крупнейший железнодорожный крымский узел. И если туда попали, попали, ну, это просто виртуозная работа, вот вы видите Джанкой. В общем, это такая очень серьезная история. Вы видите по карте, покажите еще на одну секундочку карту, если можно, будьте добры. Вот посмотрите, значит, если ты овладел Джанкоем, то железнодорожные перевозки на этом закончились, потому что вы видите на Севастополь, на Феодосию и туда правее, сейчас я посмотрю, на Армянск. Ну, Армянск меньше, но вы видите, вот что важно, что если ты взял Джанкой, то оборонять Севастополь, ну, как-то уже не очень получается. Поэтому, ну, кстати, ВСУ не взяло на себя традиционно, может, это китайцы, знаете. Ну, что сказать, снимали наши сторонники, наши агенты, которые ждут возвращения Крыма домой, собаки гавкали от радости, а стрельба автоматная была, это видно, русские одни расстреливали русских других, которые проспали астронами. Ну, а вообще, если честно, Матвей, то я хочу сказать, что это просто приближается время, когда Крым вернется и возвращается домой. Да, начинается уничтожение оккупационных военных объектов. Это начало, даже не начало, это продолжение, потому что началось все раньше. Сейчас интенсивность увеличится, и все те, кто там находится, я имею в виду оккупанты, я имею в виду те, кто поддерживают русских, которые с ними сотрудничают, они должны понимать, что их ждет веселая жизнь. Поэтому могут или сейчас сматывать удочки и убираться, если хотят жизнь сохранить, или пусть там остаются, но предстанут перед судом. Рядом с Путиным на скоте. Олеся, вы говорите такие жесткие слова, но там же так уютно, по-домашнему, ну бросьте, так не хочется уезжать. Я не знаю, наверное, наши зрители помнят, кого я цитирую. А вы знаете, буквально вчера эта тетка, которая стала мемом один раз вот с этим своим, когда она там в машине ехала и рассказывала, как же это так. Причем она эвакуировалась именно после того, как была Бавовна, какая-то очередная в Крыму, то есть подготовка. Вчера эта история получила продолжение, потому что какие-то журналисты выложили в сеть, где она живет. Они ее сняли в ее естественной среде обитания. Оказалось, какой-то там или Сибирь, или Север, то есть снега, жуть, разваленные хаты. И стало намного понятнее, конечно, почему ей там было так классно. Там Россия, матушка, с туалетами на улице, с деревянными, а тут, извините, Крым какой, жемчужина, и по курорту, и по климату, и по всему. Но вот сейчас еще русских оттуда убрать, вообще будет красота. Слушайте, это ее оправдывает, потому что я думал, что она, знаете, вот такая вот, распальцатая, а оказывается, конечно, ей не хочется от теплого моря к туалету на улице. Ладно, слушайте, вы меня порадовали, это очень смешная история. Смотрите, как удивительно, нашли эту женщину, вы можете себе представить? Это что? Олеся, большое вам спасибо, время закончилось, Олеся Бацман. Благодарю вас, что вы были с нами, и присоединяйтесь, пожалуйста, всегда рад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова